Девушки отдыхают Это круглый стол, мы решили поговорить о заработке в сети, главное о работодателях в сети, потому что для всех, кто пытается зарабатывать на своих аккаунтах в соцсетях, главными работодателями являются, собственно, эти социальные сети, те люки, которых мы никогда не узнаем, не увидим и не услышим от них ничего разумительного, которые меняют правила Раньше люди стояли крепко двумя ногами на земле, и от этого зависел их заработок, сейчас люди стоят на онлайн-платформах сетевых всевозможных, и эти платформы периодически, без предупреждения, по своему усмотрению, меняют правила игры и вообще делают с нами, что хотят Вот конкретный очередной пример Платформа Яндекс.Дзен, Игорь Борисович, минуточку, фактурка, а потом вы Платформа Яндекс.Дзен изменила процессы модерации контента, теперь за нарушение правил владельцев каналов не смогут публиковать свои материалы Делал-делал ты свой аккаунт в Яндекс.Дзен, а теперь все изменилось, и, как говорится, прощай вложения и дело всей жизни Например, Игорь Борисович, вам слово Ну, знаете, в этом больше всего, что меня заинтересовало, вот такой, знаете, заработок в сети честный и нечестный Вот ты пропустил вот это, честный и нечестный Я просто, это так здорово, что значит честный, что значит нечестный Видимо, видимо, нечестного заработка в сети очень много стало, да? И кто-то там подумал, а давайте как-то честно А вопрос, а откуда он взялся, этот нечестный? Потребитель-то кто? Я извиняюсь, кто на этом зарабатывал? Кто оплачивает? Да, тот же Яндекс, извините, на платформе, которой мы прямо сейчас вещаем Вас тут много, Яндекс.Дзен, кстати, не хотел ничего личного Но, тем не менее, что значит нечестный? Понимаете, честный-то работать никому не интересно Драматургия никакущая, да? И о том, что люди добывают там, не знаю, какие-то Какую-то такую картинку, которая могла бы будоражить другого человека Это же не просто так, оно как бы так и есть Я бы хотел разобраться в первую очередь Это вот нечестный, честный, нечестный заработок Потом, ну, например, я вижу уже, Тео вышел Сейчас мы со всеми поздороваемся Ну, к примеру, да, вот если мне надо кому-нибудь закрыть Мы сейчас вот, вот сколько нас здесь, там, вот человек пять сидит Мы сейчас напишем коллективное какое-то письмо Зачем коллективное, каждое по одному, да? Искусственный интеллект Искусственный интеллект Какого-нибудь там Ютуба сработает так, что вот и не жила бы В общем, короче, прикрыть канал как нефиг делать Слушайте, а кто прикроет вот человек, который третий раз Говорит никак не разберусь Баба это или мужик Это по поводу меня, там, например, да? Смотрите, и он кайфует в этом Он кайфует, он там обилил человека, да? Ему радостно Ну, собственно, я понимаю, что от эфира ему нужно именно это Больше ему ничего не нужно Ему не интересно то, о чем мы сейчас здесь говорим Но на них управа нет, да? Поэтому я считаю все нечестно Как на самом деле себя сегодня чувствуют люди, которые профессионально работают именно вот в той самой сети Давайте об этом поговорим Давайте и поговорим мы с Максом Белоусовым, специалистом по маркетингу и психологии клиентов Здравствуйте, Макс Да, здравствуйте, здравствуйте Здравствуйте Алина Зинатулина, продюсер, генеральный директор и учредитель Inside People Продюсерский центр, который занимается продажей рекламы и блогерами Здравствуйте Мария Соколова, спортивный блогер, вице-чемпионка Европы и России в фитнес-бикини Автор книги «Приготовить просто» Да, здравствуйте Здравствуйте И, конечно же, сам Тео Миралиев, основатель команды Крео.ми Тео, здравствуйте Добрый день всем, друзья, друзья, кто был в Сао, у нас, что я сегодня не помню И с многим общей знакомым Добрый день всем Отлично, отлично Ты в какой-то пещере, от тебя очень много эхо Но, блин, человек ты вообще загадочный, скажем так, какой должен от тебя идти звук К нам присоединились, кстати А вот, пожалуйста, а ты точно продюсер Маша спрашивает? Но Маша спрашивает это всегда Она третий раз, и у нее один единственный вопрос Точный о продюсере мне Потому что Тео находится в комнате для хранения денег, как настоящий продюсер Но она заполнена наполовину пока только Лилия Лобкова Лилия Лобкова я, по-моему, знаю Ну, ладно, хорошо, поехали Я могу, ну, скажите, я хочу задать очень простой вопрос И пусть наши гости делают нашу работу А кто? Кто первый? Спокойно А что такое честный вообще заработок в сети? Вот есть ли какое-то... Потому что с точки зрения обывателя, меня, Алда и Бумера В принципе, все эти деньги, они какие-то, как минимум, несерьезные, не солидные и не вполне честные И, кстати, мотивируя изменение этих самых правил в Яндекс.Зене Яндекс.Зен говорит, что вот, оказывается, есть пользователи, которые портят пользовательский опыт И эксплуатируют сервис для заработка То есть сама идея заработка в Дзене уже... Я думаю, надо поаплодировать этому заявлению Да, у нас же структура, которая поставится под вопрос И говорит, ребята, вы сюда идете, оказывается, вот только зарабатывать? Какие? Ну, блин, что за бреши? Что вы за люди такие? Давайте Макс, ну, все-таки, давайте с тебя начнем Ну, вот, честный заработок, вот, с точки зрения, вот, понимаете, какой-то вот трушный сетевой заработок Ну, я немножко, так сказать, сначала начну В том плане, что любая площадка, это в любом случае экосистема И эта система должна поддерживаться контентом То есть Инстаграм, Яндекс.Дзен, Ютуб, они живут из-за контента Если не будет там контента, площадка сдохнет Соответственно, каждая площадка, она нуждается в пользователях, которые генерируют контент Соответственно, каждая площадка, это как мини-государство Но при этом все эти мини-государства, они подчиняются тому государству, на котором, условно, они работают То есть, например, Facebook, это в любом случае Америка При этом еще нужно договариваться со всеми странами, с которыми Facebook, ну, где он работает То есть, здесь, получается, лоббировать должны интересы и политические, и государственные, и социальные И вот между всем этим нужно как-то вот жить И, как бы, я активно наблюдаю за нововведениями в Инстаграме, в том же самом, да Там, например, была рекламная кампания «Фрид и Нипплз», да Там, где «Освободите соски», типа, там, то, чтобы женщине можно было показывать соски Причем мужчину можно показывать соски, а женщине нельзя Мы не хотим Мы хотим Пусть показывают Вот, и как бы Теперь тоже Да, и как бы, вот, понятное дело, что в таких рамках, ну, то есть, в любом случае, ты как пользователь зависишь от площадки Ты ничего там не докажешь Хорошо, но это все-таки другой вопрос А вопрос о честном заработке Ладно, я переадресую его продюсеру Алина, ну, вот, все-таки, честный заработок Вот, что бы ты под эту категорию подвела? Нет, ну, вообще, в первую очередь, нужно определить, что такое честный и нечестный заработок Да, 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 вот об этом Честный заработок – это тот, с которого уплачиваются налоги Тот, который проходит все официальным путем Ну, если, например, говорить о нашей деятельности, да, о той компании, которой я руковожу Мы с самого начала, с самого первого дня взяли за правило, что действительно мы будем оплачивать все по договорам Со всеми блогерами, инфлюенсерами, творцами, диджитал-творцами, как угодно Мы работаем исключительно по контрактам и платим все налоги Перед налогами и органами – это одна история Вот это – честность перед государством Да, честность перед государством А второе – с точки зрения правил игры, которые вот устанавливают платформы Ну, смотрите, я, как человек с высшим юридическим образованием, считаю, что все мы должны руководствоваться законом Если творчество блогера никак не резонирует с законом, то почему? Почему кто-то его может ограничить? Давайте так, вы играете в какие-то игры, ну, там, спортивные, не знаю, типа волейбол или шахматы? Я занималась профессионально сноуборном Сноуборном Ну, теперь представьте, что вы готовитесь к соревнованиям по одни правилам, а за три дня до выхода правила меняются И система начисления оценок меняется Это честно или нет? И на сноуборд надо поставить киль, да Да, можно ли провести вот такую параллель между тем, что делают владельцы этих самых платформ с вами? Да, можем Да Мне кажется, не можем Мне кажется, что тоже не можем Ну, а еще раз Спорим, ладно Давайте Давайте Вы сначала выскажитесь и будем спорить тогда Ну, по поводу правил, которые устанавливаются Я считаю, что, безусловно, корпорации могут устанавливать свои правила Но это, на мой взгляд, это не совсем честно Почему? Потому что если это никак не идет в разрез, опять-таки, с законом То почему человек не может самовыражаться? Если это не нарушает чувства окружающих и не несет в себе какие-то там... Изменения маркетинговой политики, изменения, в принципе, изменения в руководстве корпорации, да, пожалуйста Да, нет, даже не это Можно, да, дополня Я просто говорю, что любая причина может быть, которая нас... Я понимаю Давайте уже дискуссия завязывается Да, я вот решил немножко этот огонечко добавить Мне кажется, что любая площадка социально может это сделать, я на этом делаю, потому что, в любом случае, это коммерческая площадка То есть мы, когда рассматриваем конституцию, понятно, что конституция — это, как бы, определенное правовое поле Там, как бы, деньги не зарабатываются Ну, как бы, сама конституция, она не ради зарабатывания денег А Facebook, Instagram, TikTok, YouTube — это для зарабатывания денег, там, монетизация, и ВКонтакте в том числе То есть это бизнес И если бизнес видит, что какой-то контент делает так, что идет большой отток пользователей из этой площадки То есть, естественно, он меняет правила, чтобы бизнес продолжал расти и развиваться А можно вопрос? Я тогда задам сразу Как-то наоборот, все, то, что сейчас это выглядит как-то наоборот Наоборот, судя по... Да, немножечко не на привлечении Да, сейчас... Вопрос следующим образом звучит Если площадка видит, что какой-то контент вызывает, ну, словно, негативную реакцию Пользователей происходит отток То он вносит какие-то ограничительные меры А какого типа может быть контент, который вызывает негативную реакцию При этом никак не идет в разрез с законом? Что это за тип контента? Ой, на этот вопрос ответил Яндекс.Дзен Давайте я вам скажу Да, вот сейчас, подожди Судатый Яндекс.Дзен, у нас есть живые эксперты Есть-то, я могу придумать Кому-то надоели котики И вот это вот все Хватит котиков Если здесь будут еще котики Я ухожу с этой платформы Все Вот и вот теперь Спам, клипей, вкраденный контент Можно я вот добавлю классный пример Вот у редактора тоже мы общались до интервью, значит Ну, до нашего эфира Она меня спрашивает Как в Ютубе можно заблокировать контент? Я говорю, очень просто Одной жалобы достаточно Она говорит, как так? Так просто? Я говорю, да Например, мама, это реальный случай Выложила видео Где ее маленькая дочка Плавает в море Ну, голенькая Это можно считать порнографией? Нет, конечно Это семейный контент Но Ютуб посчитал это порнографией И после этого Сделали закон Что детей нельзя снимать голыми В Ютубе Вот, пожалуйста Вот И так все происходит Знаете, еще один момент Честности Потому что мы тут Это интерпретация Да А мы начали вот с этого А это ведь важно Мы честным перед государством Понятно Плати налоги за работные деньги Честным перед платформой Соблюдая ее правила А есть еще честность Перед Вот нами Потребителями контента Пользователями Вот это вот вообще Кем-то учитывается? Как вы думаете? Мария? Ну, мне кажется Здесь можно разделить Заработок в сети Как таковой Сейчас на несколько направлений И подискутировать В каждом из них Потому что есть история Ну, я сейчас вещаю Со стороны именно блогера Да, человек Который зарабатывает там деньги То есть это либо Доход от рекламы И это одна история Либо сейчас очень популярное направление Это инфобизнес И вот здесь можно Как раз таки поговорить Про честность Вот мне кажется Что корень зла Как раз кроется сейчас Именно в этом направлении Насколько честно Инфобизнесе? Да, себя ведут эксперты На тех или иных площадках Потому что сейчас Очень популярно Что-то продавать Точнее продавать все Да, свои знания Через там марафоны Инспертность Обучение Все что угодно Да И есть действительно Классный сегмент Хороших экспертов Которые за хорошие деньги Продают качественный материал Платят налоги И все прекрасно А есть большая часть Блогеров Которые К сожалению Делать это не совсем качественно Зарабатывают на этом Еще гораздо более Огромные деньги Но продают По сути воздух Это так называемые Инфо-цыгане Да Я сейчас просто У нас еще не нахит Это конечно не совсем Наверное честно В моем понимании Но просто я человек Находящийся внутри этой кухни И для меня это не честный бизнес Ну вот с инфо-цыганами Более-менее понятно Но все-таки вопрос Ну ладно ты не отличишь Если блог Нет блогеры Блогеры бывают честные Не честные Сейчас Тео пожалуйста Подключайся Да у тебя Ты слышал кучу вопросов Пожалуйста Да Кстати с точки зрения Шахтеров Блогеры это тоже Имеют нечестный заработок Однозначно вообще Это у нас только субъективное мнение Мне кажется это уже Такой атовизм От которого просто нужно уже Испариться Ну с этой точки зрения Это просто субъективизм Что блогеры зарабатывают Нечестным путем Выкладывают какой-то контент И так далее Поэтому Что я считаю честным заработком Это тот который Соответствует законодательству Тот который не нарушает Правила платформы И тот который Ну например Если это заработок на услугах То это выполнение Услуги О которой договорились Ну соответственно Если ты плачешь налоги Упланишь услугу Это честный заработок Даже несмотря на то Что ты можешь продавать Кто-то говорит Что например Нечестный заработок Это продажа бесплатной информации Из интернета То есть кто-то собрал Например информацию какую-то В тот же самый курс Простой упаковал И продал этот курс Кто-то считает это нечестным Но это субъективный взгляд Потому что если есть спрос Соответственно В этом ничего плохого нет Если ты удовлетворяешь этот спрос В таком же случае Я попал Когда я был в Clubhouse Ну я там Приобрел много подписчиков И ко мне начали обращаться Различные бренды За тем чтобы я организовал Комнату Очень известные Популярные бренды И меня за это захейтили И сказали Что я нечестным образом Зарабатываю Так как я например Не разбираюсь Невероятно точно В цифровизации Банковских услуг Ну Со мной банк Решил организовать эфир Что плохого в том Что я удовлетворил Их запрос То есть с точки зрения Каких-то пользователей Из интернета Я сделал нечестно Вот к вам вопрос Сделал я честно или нет Таким образом Я это рисунок сюда делает Сейчас Игорь Борисович Пожалуйста Ты попал еще под другую Это извне тоже торпедирует Короче эту тему Это по новому закону О просветительской деятельности Ты попал именно В просветительскую деятельность Не имея образования На эту деятельность Вообще все сложнее стало То есть ты в принципе Не имеешь права О банке говорить в принципе Ты не знаешь что это такое Где у тебя экономическое образование Да А стишное образование Да вот ты Образование Чтобы я имел право Говорить о банках Не имеешь Все Забудь Все Значит не имеешь Не имеешь На нашей платформе Мы тебе запрещаем Читая закон Читая закон Я понимаю что все Вот полуплевали Друг на друга Есть какие законы Которые не работают Вообще никогда Которые работают Частично Или периодично Там например Да На них накладываются Другие Вот получается Вот эта вот каша Но в принципе Если мне надо Тео тебя прижать Зато И как-то там Тебе наступить на хвост Не имея даже Знаешь Юридического образования Я найду как это сделать Потому что Инструментов огромных А вот как улучшить контент Да Как предложить миру Что-то интереснее Да И безопаснее Вот об этом речь Вообще не идет Не идет в принципе Да Не идет в принципе Кстати у меня еще один Фундаментальный вопрос Я его хочу Первому задать Маркетологу Есть же классика Да Рынок продавца Рынок покупателя То есть в этой ситуации Блогер И соответственно Потребитель контента У нас сейчас Тут три участника Значит Блогер Платформа Потребитель контента Рынок Вот этих самых Потребления Этой информации Он сейчас чей Платформы Нас как Потребители Или вас Как создатели Контента Меня слышно Да Отлично слышно Я быстренько Прокомментирую По поводу Честности Нечестности Блогеров Заработка Я согласен На самом деле Платформы Никогда Прямо Не отвечают Я сейчас Отвечу Прямо Я Просто Очень интересную Тему Хочу На каждый Вопрос Ответить Я солидарен Стэу Он Он Очень Правильно Сказал Что Нельзя Говорить Что Те Кто Делают Низкокачественный Контент По вашему Мнению Это Ну Нечестный Заработок Потому что Спрос Рождает Предложение Я Более Подробно Расскажу Что Есть Пирамида Потребности Клиента Да Вот Если Говорить По Пирамидам Маслова Или По Семи Уровням Развития Личности Низший Слой Это Красный Слой Называется Это Базов Потребности Люди Которые Наход Стадии Выживания И Им Рассказы Про Бали Про Духовность Глупо Именно Поэтому Они Потребляют Низко Уровневый Контент Их Таких Много И Инфобизнес Блогеры Маркетинг Он очень быстро развивается В России Законодательная база Не поспевает за ним Вот У меня был прецедент В суде С клиентом И мне очень было Тяжело доказать Судье Что такое маркетинг Что такое Яндекс Что такое Гугл Что такое Инстаграм Он не понимал Я тоже не успеваю Он не понимает Да У него есть Там все не поспевают Там вот просто Это все Тогда получается Что платформы Они как бы Опережают Они идут Конечно Мы блогеры Маркетологи Инфлюенсеры Мы двигаем рынок А за нами Движется Медленно Очень медленно Государство Юридические Вот эти законы И они Может быть Через 15-20 лет Поймут Что мы делали Вот сейчас Это про вас Были стихи А за ним Комарики На воздушном Ребят Здесь маленькая опасность Первые законы Первые законы Уже вышли Ребят Вот первые От просветительской Действительности Например Верно И что Кому-то от этого Легче дышать стало Вот Тео Первый и подорвался А сколько еще Там подорвались Не знаю по что Поэтому Это правильно все Это все правильно Только Предполагать Что Вот Государство И все остальные Структуры Подтянувшись К этой теме Правильно поступят С законодательной точки зрения Это большой Дальнейшее обрубание Веток Я согласен До уровня столба И дальше Но все-таки Если вы сейчас Не начнете отвечать На маркетологический вопрос Я отдам его Чей рынок В Яндекс Продадим Манипуляция пошла Давай Орехов Выкручивание руки Хорошо Чей рынок Отвечаю Рынок формируется Чей рынок Продавца Потребителя Или платформы Кто Кто главный Ведь Тот кто главный Чей это рынок Тот собственно По большому счету У меня складывается впечатление Что рынок Вроде как Платформа То есть они Сейчас устанавливают Правила Им плевать Что хотят увидеть Зрители Нет Изначально Рынок потребительский Потребитель Потребитель диктует Что ему надо Платформа Под это все И блогеры И вот эти все ребята Которые на этом зарабатывают Они все под него подстраиваются Но Фишка в том Что это обоюдный процесс Потому что они тоже Влияют на рынок То есть эти платформы Они тоже влияют на потребителя И получается Это вот В обратную сторону Тоже работает То есть И платформа И блогеры Тоже диктуют Рынку То есть вот Появился Моргенштерн По сути Моргенштерн Закрыл Потребности В такой музыке Но Так как Моргенштерн Стал известным А есть такая Момент Называется Диффузия В маркетинге Когда 16% Что-то Переходит Стадию То это Становится Массовым Соответственно Когда Моргенштерн Стал массовым То он Диктовать Как Что должно Быть сейчас Популярно И многие Сейчас его Копируют То есть Это обоюдный Процесс В любом случае Да Алина Да Я абсолютно Согласна Что Наверное Здесь сложно Определить И сложно Абсолютно Точно сказать Кому принадлежит Рынок Платформе Потребителю Или пользователю Почему Потому что По сути Да Потребителю Но также Платформа Диктует Свои правила Но Если Это Если Эта история В какой-то мере Неинтересна Пользователю То пользователь И потребитель Оттуда уходят Вот Соответственно Приходится договариваться Приходится А создатели Контента Они В общем-то Работают И на тех И на других Правильно Конечно Но это Экосистема Вот как раз Да О чем мы говорили В начале Извините Если есть куда Уходить Давайте на чем Кстати да Насколько А если Создание Да Такая вот Система А это Ближе Абсолютно Монополизм Как бы Во всем Куда ты Уйдешь Ну Не согласны Пользователь Потребитель А уходить Некуда Насколько Действует Крепостное Право В этой Сфере Сложный Вопрос Очень индивидуальный На самом деле А как Еще Нет Ну давайте Так Насколько Легко Вам например Из инстаграма Если там В очередной Раз что-то Поменяется И запретить Не только Соски Например Но и Нос Показывать Женщинам Знаю Насколько Легко Вам будет Перейти Например В тикток Нелегко Чем Можно Заменить Инстаграм Собственно Ютуб Другой вопрос Я работаю Сразу На трех Площадках Вот в чем Дело Одна Заменяема Другой Например У меня Хороший Канал На ютубе И хороший Источник Трафика В инстаграме Если Не смогу Работать На одной Я уйду В другой Но Если Мы берем Человека Который Развивается Исключительно Например На профессорах Инстаграма Это будет Очень сложно Конечно Давайте Сказать так Есть мнение Что Все эти Сети Платформы Они Хронологически Появлялись В определенном Порядке Кто-то Раньше Кто-то Позже И вот Тикток Наверное Один из Крайних Кто появился И Не совсем Справедливо Что говорят Там Органический Трафик Гораздо Проще Теперь Получается То Во что Люди Там Вкладывались Нешуточно В инстаграме Тикток Это вот Дарит Просто так Я слышал Что И Вот Может быть Тео Мне в том числе Не даст Соврать Или Вы У вас же Там тоже Есть Нет Там нет Пока Принципиально Тео Тогда вы А Сейчас расскажите Почему Тео Ну слушайте Говорят Что на тиктоке Достаточно Просто Выкладывать Там 3-5 Видео Каждый День И он Где справедливость Так Ну во первых Я хотел прокомментировать Слово Игоря По поводу того Что я попал Под закон Просветительской деятельности Это было До 5 апреля И на самом деле Закон здесь Достаточно неточен И непонятно Что попадает До конца Под просветительскую деятельность Получается Что мы сейчас В том числе Также занимаемся Просветительской деятельностью И нас сейчас Можно просто взять И нагнуть За это За наше мнение Хотя я считаю Что мы просто Пойдем в прямой эфир Выражаем свое Как бы Исключительно Эксклюзивное Субъективное мнение По поводу По поводу Как Как По поводу По поводу Еще раз То есть Появляются новые платформы И там Правила игры Ну собственно Полегче Попроще Вот И где Для того чтобы им Конкурировать между собой Да И с этой точки зрения Вы считаете ли Вы это Справедливым Потому что люди Которые в инстаграме Вкладывали Миллионы Круги потом А их обгоняют люди Которые Школьники Да Да А в чем проблема Я не считаю Что это Ну какая-то Здесь есть Какая-то присутствует Несправедливость Если например Говорить про тикток Это их киллер фича Умная лента рекомендаций И соответственно Такого количества Органического трафика Но если брать Мы возьмем В противовес инстаграм В инстаграме Более осознанная аудитория Хоть и тикток говорит У меня официальные данные Что Больше всего пользователей В России Там От 25 До 34 лет По-моему Это самая большая Когорта этих людей То На самом-то деле Если мы возьмем Протестируем Некоторое количество Запустим Некоторое количество Реклам В тиктоке Мы увидим Какая там Низкая конверсия На разные продукты Если брать Какие-то детские продукты То она отлично работает То есть Если мы запустили рекламу Соответственно Мы получаем С этого какой-то трафик Получаем продажи клиентов Но в инстаграме Эта история Совершенно другая То есть Тикток Как бы Здесь Является Лучшей платформой Для развития Индивидуальности Да Таких вот Блогеров Которые Местовое село Могут со второго С третьего видео Набрать там 2-3 миллиона Просмотров Конечно В инстаграме Это сложнее Здесь есть просто Плюсы и минусы Преимущества И недостатки Каждой платформы Но я не считаю Что это является Несправедливостью Какой-то Наоборот Это просто является Дополнительным преимуществом К тому же Ну понятно Ладно Это мы так Сейчас будем Уже Ну ладно Неважно Это действительно Это не о чем Я просто Еще раз Хочу напомнить Да Спасибо Анне Эл Вот пишет нам Что это Интересный разговор Мы не будем Говорить Что это Наш генпродюсер Пытается поддержать Наш В прямом эфир Для нас Это интересная площадка Мы учимся На ней работать Но я В очередной раз Обращаюсь К Яндексу Почему Потому что В основном Наш эфир На самом деле Полноценно Идет как раз Именно эта платформа Вот Давайте все-таки Пожалуйста Давайте разгадаем Эту загадку Орехов Пожалуйста Вот Зачитай Еще раз Про деньги Да Блог платформы Яндекс.Зен Будет более эффективно Бороться с публикациями Каналами Которые портят Пользовательский опыт И эксплуатируют Сервис для заработка А Вот Бизнесмен Так не скажет Низка Ну то есть Реально Если мы говорим Сейчас о бизнесе Это вообще Какой-то абсурд Значит Я не знаю Кто Вот В чьей руке Было вот это Перо Который вот это Писал Наверняка Он работал Под Под этим Под Под прессом Под прессом Ну знаете Работаю не по собственной воле В общем Сказал не то Что думал Что имелось Ввиду Раз Я просто знаю точно Потому что не первый день Работаю здесь Значит я знаю точно Что если появляются Подобные заявления Они не просто так Они не просто так Орехов Давайте попробуем Заранее Предположить Что нас всех Ждет В данном случае На Яндекс Дзен Почему Эта платформа Как знаете Такая вот девица Недовольная Либо совсем молодая Либо уже в возрасте Вот это Часто Он использует Минуту Это мужская фишка Она использует меня Понимаете Она меня не любит Она меня использует Использует Понимаете Что имел в виду Яндекс Я думал у нас любовь А это все за деньги Это все за деньги Да Марин Ну это действительно Вопрос такой Вы должны Своей кожей чувствовать Откуда ветер дует Мне кажется Что стоит Мне сложно Рассуждать Потому что я Не знакома С платформой Знаете Если вам в инстаграме Скажут Мы тут поняли Что у нас используют Для зарабатывания денег Мы будем с этим бороться Так вот Как раз инстаграм Мне кажется В целом Мы не против В этой обоюдной истории Нужно обратиться Конкретно К платформе Яндекс Дзен И с какой целью Создавался этот ресурс То есть Как они видят Работу этой платформы Если они создавали Ее исключительно С целью Просветительской Действенности Понятно Почему Возникают Такие возражения Инстаграм Вообще не против Продаж Внутри пользователей Таргетированной рекламы И так далее Поэтому мне кажется Хорошо Тогда у меня Смотрите Тогда я немножко По другому Поверну вопрос Смотрите А ведь Действительно Мы же в России живем У нас ведь Есть одно дело Деньги зарабатывать Как у них там А еще Некую такую Социальную пользу Нести Может быть Я еще накину тебе Не только Социальную пользу А еще Духовная Духовная Рост Должен обеспечиваться Духовный рост Надо еще обеспечивать Обязательно Нет или проклевывается Тут вот В словах Яндекс.Зен Да нет Просто это очень такая Формулировка Которая можно играть То есть В зависимости от того Кого нужно закрыть И кто не нужен Площадке Того под эту формулировку Подсовывать Не ну под эту формулировку Подпадает каждый Условно говоря Кто заработал Больше 10 Там 100 рублей Тут вопрос Не про заработок Тут вопрос Про неудобность Той информации Которую кто-то Может там Соответственно Выкладывать С позиции политики С позиции социума С позиции самой площадки Там до чего угодно То есть например Вот Яндекс.Зен Сейчас работает Как новостной канал Больше То есть там Очень много Микроблогов Которые просто Рассказывают Про новости Ну там Этих звезд Там певиц Актеров И так далее И понятно Что на этом Парезитирует Площадка Ну то есть Точнее люди Которые используют Дзен Они на ней парезитируют Да потому что Они хотят Просто Трафик туда Перегонять На свои какие-то каналы Я уверен Что там очень много Мошенничества тоже То есть там Людей вводят В заблуждении Да и как бы вот Конечно это нужно Регулировать Я понимаю Почему в инстаграме Там же тоже есть Аккаунты Я например подписан На аккаунты Где не только котики И кубики на прессе Я Это святое Да А где какие-то Рассказывают там Биографии Исторические факты Это что Это вождение Людей в заблуждение Все эти вещи Все эти вещи Вот так же Прессовать Мониторить И вычищать Другие платформы Ну вот у Тео Можно тоже Это спросить Он как раз Идин говорит Про субъективизм Пытается зацепиться За эту соломинку А то нет Ведь то нет Это понятно Ну может действительно Что будем делать С золотым миллиардом Вроде версия Это известная Да Но почему бы Мне например Не сказать Если ты мне заявил О золотом миллиарде Что ты сейчас Вводишь Заблуждение людей Сам заявил Я сейчас пожалую Искуда следую На вас причем Да По поводу Яндекс.Зена Последует ли кто-то За Яндекс.Зеном Я думаю Что вообще Ну вопрос Кто такой Яндекс.Зен Что неужели Ютуб будет Следовать за Яндекс.Зеном В частности Полиция До ограничения Там Реклама От самих пользователей Наверное У Яндекс.Зена Случились какие-то проблемы Слишком много спама Либо жалоб было И поэтому Они решили ограничить Монетизацию Для блогеров И пользователей Монетизацию Каналов Потому что Они сами Хотят на этой платформе Зарабатывать Яндекс.Зен Это один из Огромного количества Продуктов Яндекса Там сидит Какое-то количество Аудитории И они это делают Для того Чтобы в том числе Самим зарабатывать Продвигать свои продукты И зарабатывать На рекламе Потому что Основной заработок Яндекса Вообще Насколько я знаю Как фейсбук Это на рекламе И они зарабатывают На продаже рекламы Поэтому В этом нет ничего плохого В том что Они делают Какие-то ограничения Которые Ну есть какая-то Конкуренция Скорее всего Я так думаю И конкуренция За пользователей За внимание пользователей Вот Яндекс Таким образом Пытается ограничить Но вряд ли Инстаграм Я вообще не куплю Либо я ничего не понимаю Либо любое ограничение Это потери трафика В сети это так Разве нет? Разве нет? Спросил Помидоров Надежды Нет Надежда оправдалась Спасибо Если нет Огромного количества Альтернатив Куда можно уйти Точно так же Начать зарабатывать А вы мне можете Привести какую-то Альтернативу Которую вы знаете Я буду рад Потому что Помимо того Чтобы просто Зарабатывать На монетизацию Яндексе Ну точно так же Как сказал Максим Можно переводить Трафик В свои другие каналы И В чем В чем собственно Проблема Хорошо Макс Да пожалуйста Да я хотел дополнить Что все таки Понятно что Ютуб не пойдет За ограничениями Яндекс.Зена Он свои придумает Нет Прикол в том Что Ютубу придется Столкнуться С Россией Условно с законами Потому что В России уже Разрабатывается закон Как в Китае Типа ограничить Просто некоторые Иностранные сервисы Такие же Как Инстаграм Ютуб И про это Очень много говорилось Год назад То есть Мы в любом случае Имеем Страну И законы И если Страна и законы Решат Что Условно Ютуб Как-то негативно Влияет на Обстановку в стране То Ютуб И не будет В этой стране Так же как в Китае Тогда возвращайся Этому примеру С Яндексом То есть Яндекс уже Поскольку здесь Маленькая А Ютуб Вообще В принципе Был в Китае Нет У них свои Это очень важная вещь Ты понимаешь Я сейчас Я не то чтобы политик Но Издержки профессии Очень часто общаемся Понимаете А он у нас был Там миллионы 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 Ну давай-ка Это Отключи Ну и отключат Ну отключат Ну понятно Ну ты знаешь 3000 раз подумаешь Телеграм уже отключили Ну понятно Что не до конца Отключили Ну телеграм Это не такое Понимаете Ютуб Это уже мека Понимаете Это там уже За алтарем То есть телеграм Он тоже Мы помним Роспотребнадзорство Всего аккаунта В телеграме Отключил Остальной телеграм И все Дело не в этом Просто не так Все это просто С Китаем все Там как бы Они живут Так как живут Как жили И ничего Ну вот Другая история Иначе бы с Рутюбом Все было бы хорошо Ну взять Трампа Трампа взять Его взяли Удалили из всех социальных сетей Просто разом Вот так вот Все Человека нету Просто И кто здесь Что Ну Между прочим Ютуб Американская компания Работает по американским Законам Я и говорю Тем не менее Американского президента Они спокойно Отключили Он уже не был президентом То есть они взяли И просто Еще был Еще был У него еще было Значит не было Пару дней у него была Еще Джек Дорси там главный Он сказал Твиттер мой Я нажимаю кнопку В общем Америке он стал невыгоден И в итоге взяли Бедного Трампа Удалили отовсюду Просто Хорошо Но тем не менее Я все таки продолжаю Гнуть свою линию У меня вопрос Алина Скажи пожалуйста Но Вот да Дзен что-то такое говорит Мы можем гадать по поводу Но все таки Это облекается В некую такую Скажем так Социально значимую оболочку Фейсбук у себя Тоже устанавливает Какие-то правила И это не всегда Правила Которые Навязаны ему Потребители Возмущенные Там я не знаю Частями тела Голыми детьми Или еще Он свои какие-то У ютуба устанавливают Какие-то правила Есть ли в этом Какая-то глобальная Закономерность Что социальные сети Начинают что-то Такое Устанавливать Какие-то законы И если это так То почему Они это начинают делать Давление пользователей Не уверен Давление государства Или личные Какие-то интересы Закономерность Безусловно Есть Я думаю Что тут Идет Давление Не со стороны Государства А со стороны Самих площадок Вот А еще Вот это давление Со стороны Про давление государства Извините Что вклинились Посмотрите Документальный фильм Пашу Дурова Где он сейчас В России живет? Нет А вконтакте Его? Нет Все Вот ответ Телеграмм его Телеграмм его Но уже не в России Но не в России Но в России Все им пользуются Вот ответ Хорошо Но тем не менее Давление социальных сетей Оно чем обусловлено? Ну я думаю Что это в первую очередь Связано с заработками Платформ Вот Но на самом деле В рамках нашего диалога Этой дискуссии Также хотела Поинтересоваться У коллег своих Как вы считаете Являются ли Можно ли Приравнять блогеров Инфлюенсеров К СМИ И нужно ли Для них Вносить какие-то Жесткие ограничительные меры Как для тех же самых СМИ Не ответил на вопрос Но перелаю И уже исходя из этого Можно Говорить о том О чем мы говорим С вами Потому что ее фанаты В чате Начнем с того Что это уже сделано То есть Первые шаги Это уже сделано То есть Ну пока что Если тебя смотрят Более определенного количества Человек Ты уже приравниваешься К СМИ Ну и как бы Отвечаешь за базар Если так Говорить Нашим обычным Вечеркинским Языком А что замолчали Это все Блогер появляется СМИ или нет В каком-то классическом понимании Можно ли вообще Приравнять блогера К СМИ К журналисту Тоже супер Субъективно Потому что Я могу быть Блогером Миллионником Который просто Выкладывает селфи И ставит под ним Эмоджи А могу быть Тревел Блогером Который освещает Разные И отношения Если рассматривать Такого блогера Как СМИ Посыл Может быть Разный Нет Ну смотри У нас в киоске Есть книжка С картинками Просто там Ну да А есть книжка Которая несет Какое-то содержание И такое же отношение Это книжка Картинки А это содержание Мы смотрим Какие буквы написаны И спрашиваем А правда ли Написал этот человек Но Опять Это субъективно Потому что Значит должен быть Орган Там власти Условно Да Какая-то Процедура Которая будет Делить Одних блогеров На людей Которые мы можем Отнести к СМИ А других не можем Ну то есть Где вот эта грань Непонятно Поэтому С точки зрения подписчиков Да От 6 тысяч Человек приравнивается к СМИ Это Ответственность Смотрите Мне вот просто интересно Давайте возьмем Гаррика Харламова Горячо Мною И наверное многими Любимого Да У человека Один из самых Гигантских Аккаунтов В инстаграме По количеству подписчиков В том числе Не так давно Очень мощная компания Значит он троллил От любви Очень большой Ларису Гузееву За всем ее известное Высказывание Вот Но он СМИ Не является Я так понимаю Да В данном случае Вот просто Извините мне Вот разница Один из самых Является Является Если у тебя больше 6 тысяч подписчиков Ты приравнив Почему его не закрыли Тогда Потому что Вот эта вот цитата Это же матерщина Потому что Газпром Компания Она финансирует ТНТ А Гарик Работает на ТНТ И тут связочка Такая очень прямая Соответственно А Гузеева Нет, а Гузеева На ТНТ не работает Я к тому Что есть люди Которые Ну Как сказать К ним можно просто Прийти договориться А к школьнику 16 лет Какому-нибудь Не придешь договориться Поэтому Для него закон есть А для Гарика Харламова Есть люди Здрасте Гарик Давайте-ка вы Он такой Ладно ребят Я так это думаю Но это же не единичный Случай у того же Гарика Понятно Что не единичный Конечно Ну просто я говорю То что есть Есть рычаг давления И этот рычаг давления В той или иной степени Он включается Просто такое впечатление Что есть Просто Гарик Это пример Человек Который просто Вот он действительно Он искренне Он остается собой Он занимается творчеством Он выдает Вот креатив Этот прекрасный И для него Вот всего О чем мы говорим Как бы не существует А кстати Между прочим А почему Гузеева Не закрыла этот канал Не пожаловался Вот просто тоже интересно Что им мешало Нет Она публично Высказалась По этому поводу Сейчас посадили Трех блогеров Вы же слышали Первый Это который Пивасик пил Как его там Пивасик Ну этот как его Хованский 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 Второй Пошла викторина Который Значит Посадили уже забыли На машине Ехал Этверт Билл Этверт Билл Литвин Да Вот три блогера Их уже посадили Все Вот есть То есть Как бы начали Уже отрабатывать блогеров Я думаю Что это Остальных недалеко Тео 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 Когда посадят тебя Вопрос Это я так заранее Поэтому Поэтому Какие твои предположения Да Предположения Насчет чего Кого следующим Закроют Я про тебя На самом деле Имел ввиду Когда закроют Я хотел Тем Кого закроют Следующим Вот А по поводу Количества подписчиков Но я считаю Что это вообще Конечно Очень странное решение Считать Приравнивать Блогерам Тех людей У которых Больше 6 тысяч подписчиков И у нас Кстати в стране Есть огромное количество Ну какое Не огромное количество Некоторое количество Людей Которым Для которых Закон не работает Поэтому Это абсолютно нормально Что С некоторыми людьми Ничего не происходит Хотя Причем здесь Гарик Харлам Да Это обычный Обычный Точно такой же Инфлюенсер Комедиант Который выражает Своё мнение Если бы можно было За что-то притянуть Он же не занимается Просветительской деятельностью Он занимается Созданием комедийных Всяких скетчей Шоу Шуточек И так далее К нему Лариса Гузеева Может прибить Но при чем здесь государство А Ну вообще Это так На всякий случай Что комедийный жанр Самый политичный Из всех жанров Который Он не просто так Не с воздуха Это берется Да Если мы например На вечерней Москве Поставим здесь В прямом эфире Цитату Ларисы Гузеевой Вот То к нам предъявят Стопроцентно Ну не факт Зависимо от того Читала ли Гузеева В детстве В черную Москву Понимаешь Нет Нам предъявит Роскомнадзор И очень быстро Да Ларис В студию пожалуйста Ооо Мы бы были рады Ну тогда Заказы пошли Уступить наши места А мы этого не хотим Так что нет Мы не будем рады Но тем не менее Вопрос остается вопросом Который я задал И вы так ловко Его вот это Переадрисовали Может под конец-то поговорим О перспективе Ну вот вы говорили о том Что вот очень интересная Была мысль о том Что подтягивается Безусловно Это прогрессивные Все структуры Да А вот Сеть впереди планеты Все Все что там рождается Она как бы опережает Все что есть В принципе на земле Земля как-то подтягивается Я пытаюсь понятийным языком Сейчас Ведь даже Понятийные люди тоже Смотрят Да Земля подтягивается Вопрос как она подтягивается Первые законы В принципе ничего не улучшили В принципе все закрыли Ведь И давайте начнем с меня Давайте вот так хорошо Игорь Что вы думаете на этот шут Ты хочешь спросить Почему я в это В Клабхаус не захожу Потому что я Я либо лидер Либо я никто Я не буду В Клабхаусе Если вы туда зайдете Вы там Один будете Зачем Не 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 к себе Не к себе Вообще Куда угодно Нет там никого Я ходил Ладно Не важна шутка Ничего ты не знаешь Орехов Конечно Вот это самая земля Которую надо подтянуться На вопрос Когда ты подтянешься Что ты скажешь Игорь Борис Оказывается кому-то еще Ходит Кроме на Это да Мы ходим По самому Все очень просто Потому что У нас законы Упускают Такие динозавры Которые даже не понимают Что такое интернет Для них тикток Это вообще Какая-то Другая вселенная Точно так же Когда я вам прихожу Расскажут Что такое ютуб Вечернюю Москву Вы кстати молодцы Что запустили тикток Я вас поздравляю с этим И потому что Ютуб Мы запустили Да Мы запустили Это только ютуб Спасибо Да Ты посмотри Что у нас с ютубом Мы рвем Вторую неделю Всей шрафик И даже тоже непонятно По какой причине Хорошо Тогда вопрос Юристу Не надо было Надо ли быть Обязательно Молодым и прогрессивным Для того Чтобы устанавливать Какие-то прогрессивные законы Регулирующие Новые сферы деятельности Обязательно там должны быть 16-летние в дубе сидеть Нет конечно А как тогда быть-то нам Да они там уже Могли сидеть Там же была вот эта история С тем что Спилберг блогеры Хотели Все на нее посмотрели Потом спросили Что это было А это такого Уважаемого человека Дочка Ну хорошо Давайте послушаем Нет конечно Безусловно Это не должны быть 16-летние молодые люди Которые могут диктовать Свои правила Почему? Потому что Ну рынок Он меняется И каждый год Ну не каждый год Окей Но с определенной Периодичностью На рынок выходят Платформы И каждый из них Устанавливает Новые правила Но это не означает Что нужно все равно Подстраиваться Под каждую платформу Как я вижу Ну перспективу развития Вообще этого всего Что Да мы обсудили Что там 6 тысяч подписчиков Блогер уже Приравнивается К СМИ Но я вижу Это следующим образом Да безусловно Должна присутствовать Какая-то цензура Безусловно Революционное Да Антиконституционное Высказывание Ну ладно Да-да-да Пожалуйста Это пока Пока еще Антиконституционное Нет Ну должна присутствовать Какая-то цензура Я сейчас имею ввиду Там Вот отжимат Пропаганду Каких-то там Запрещенных веществ И прочее Мысль я потеряла Вы меня слегли Ну и все потеряла Все А у нас остался А Тео Пожалуйста Была хорошая Да Сейчас Мы найдем Мы отдадим Тео Ты что-то хотел сказать Так быстренько Подняла руку Я это видел Да я так заслушался Речь И так интересно Что там На самом деле Я считаю Что обязательно Нужно учитывать Мнение Тех людей Которые работают Вот на такой платформе Для этого Есть пример Такой орган Как общественная палата Которая работает С переменным успехом Конечно Но в этом органе Государство Общается Вот с различными Представителями Когда хочет Сделать Или придумать Какой-то новый закон И вести его Там Нести его в Государственную Думу В этом я считаю Что обязательно Если мы хотим Создать великое государство Российская Федерация Мы должны прислушиваться К мнению Молодежи И смотреть на тренды Не могут уже Старперы Которые сидят Извиняюсь Которые сидят В различных органах Власти Не могут самостоятельно Придумывать Эти законы Не опираясь на мнение Людей Которые работают Да спасибо Понятно Я просто хотел Знаешь Как-то перехватиться И сказать Ты еще вот детей Не воспитывал Но когда Начнешь это делать Особо мальчиков Поверь А если ты Их домой Они будут Бесконечно играть В футбол И возюкаться В всяких там Лужах И грязи Понимаешь Если ты Собственно Если ты прислушайся К их мнению Они тебе скажут Мы хотим Возюкаться в грязи И играть в футбол Это будет их мнение На данный участок Их же Промежуток Их жизни Понимаешь Уважаемые Сейчас Не ну ты Ну ладно Отвечу Что Если ты хочешь Ты хочешь Чтобы твои дети Были счастливыми Значит Не заставляй Их делать уроки Ты это хочешь сказать Или чего Ты считаешь Что к их мнению Прислушиваться важно А не только Напирать на них И делать то Что Чтобы они делали То что ты хочешь Хорошо Ладно Понял Я считаю Что их надо пороть По пятницам И так Передаю слово Дальше Мария Пожалуйста Да Ну тут тот же самый Вопрос Тенденция И куда это все идет Как интересно У нас сегодня Закручивается Вообще все Гайки закручиваются Прямо на ваших глазах Да Короче Я хочу подвести Такой большой итог Вообще Своего ощущения После сегодняшнего разговора Как человека Именно блогера Который работает на площадках И зарабатывает там Деньги Достаточно Уже большой отрезок времени Вот я начинала вести блог Восемь или семь лет назад И когда мы все начинали это делать Мы в принципе на площадки Не заходили с целью заработка То есть мы использовали Ютуб Инстаграм Какие-то другие социальные сети Секундочку перебью Вот это Были времена Мы же не за деньги работали Мы же за идеи Так оно и было Для самовыражения То есть мы заходили на эти площадки С целью реализации Своих каких-то творческих амбиций Вот И тот факт Что сейчас нам Инстаграм приносит там Огромные Колоссальные Просто деньги И возможности Там продавать свои продукты И сотрудничать с рекламодателями Это супер Раньше такого не было И возвращаясь к вопросу Ограничений И тот факт Что это так сильно Всех возмущает Вот я как человек Который работает в среде Единственный шанс Который я имею Это адаптироваться И подстраиваться под площадки Поэтому возражать Почему нас так ограничивают Я не вижу смысла Есть определенные правила Которые нам диктуют Пользователи и площадки И мы либо подстраиваемся под них И продолжаем зарабатывать Деньги развиваться Либо нет Но соответственно Ты теряешься у бизнеса заработок Перспектива с точки зрения развития Мне кажется просто огромная Просто играй по правилам игры Аплодисменты И переходит к слову Так вы готовы играть По любым Видимо предложенным правилам Да я хочу добавить То что мысль ясна Она понятна Я в принципе ее Отчасти разделяю Но ее можно Странслировать И на отношение к власти В том числе То есть если условно Чтобы власть не сказала Я подстроюсь Потому что я тут работаю Деньги зарабатываю Ну и так большинство Как бы и думает Я думаю Но фишка в том Что если большинство Будет против чего-то То площадка прислушается И были такие прецеденты И не раз То же самое как и в правительстве Например там вот Хотели кого-то посадить Да там вот этого Парни Шурыгиной Да потом вышло Общественно Сказали Нифига себе Она сама там это Ну виновата И в итоге парня отпустили И когда масса Не поддерживает Что-то То площадка Она же на этой массе Деньги-то и зарабатывает То есть она должна Будет прислушаться Поэтому я считаю Что если нам что-то Не нравится Нужно об этом говорить Там Коллаборироваться А можно тогда Создавать Они сами увидят Вы что думаете Они не видят Смотрите Площадку Каждый раз Мониторят Они все это видят Тренды какие-то Хэштеги Что популярно Они все это анализируют Не надо создавать партии Внутри Яндекс Можно создать Можно создать Если эта партия Реально будет большая Они должны будут С ней прислушаться Так же как и в политике Есть условно Анархисты Либералы Демократы Это нормально Потому что у каждого Есть своё мнение Да Его нужно учитывать Да Согласны На вопрос к вам уговорить Говорите Тео У него государственное мышление Он его продемонстрировал Все демонстрируют Государственное мышление Готовы Сотрудничество Да Алина нашли мысль? Ту не нашла Но появилось новое Зато новое Но хорошо Да По поводу новой мысли Да Я на самом деле тоже согласна Понятно что Ну как правило Блогеру приходится Адаптироваться Под те условия В которые его помещают Да Окей Так бывает Например Это такая же история С ВКонтакте Я не помню в каком году Это было Со стеной Со стеной Там же просто Какие-то Верни стену Верни стену Да Потом объявлялись часы Когда давайте мы определим Что вот с 13 до 14 Никто не будет заходить Во ВКонтакте И тогда она вернут Эту стену Стену не вернули Но все потом Очень радовались тому Что появилась Она в том формате В котором она уже есть сейчас И это как бы всем пошло На благо Вот Но если это идет С точки зрения Ограничения Какого-то творчества И того же Самовыражения Зачем собственно говоря Туда идут блогеры Как мы уже выяснили Как неожиданно выяснили Шли раньше Как мы это выяснили Ну сейчас тоже Если начинает пользователь Вести блог То он это делает все-таки В первую очередь Для самовыражения Вот хочешь знаешь что добавить Вот в ТикТок Что появился Вот ВКонтакте Они сколько Три года по-моему Судились с музыкальными лейблами То они не могли понять Вот я завтра иду на концерт Лазарева Это не реклама Просто мне там знаком Я музыкой тоже занимаюсь Вот И Лазарев блин Судился с ВКонтакте Не один год по-моему В итоге Досудился до того Что Доров сказал Слушай иди ты нафиг С своей музыкой Лазарева ВКонтакте Не будет И он потерял Кучу Кучу просто слушателей А есть ТикТок Который официально говорит Ребята заливайте свою музыку И официально можете ее юзать Пожалуйста На юз Поняли чего хотят люди И дали им это Да В Ютубе Вон пожалуйста Выложите Попробуйте Какой-нибудь эфир С музыкой У вас бамс Заплакирует А получается Получается что Не как сказать Эволюция идет Не в рамках Какой-то социальной сети И появляется новая социальная сеть Которая уже Попробуйте закрывать А ютуб так и будет Вот это банить Американских полицейских Давайте тело Он закроет Получается что Самая демократическая Платформа китайская Это вообще офигенно Ребята Это просто вот Знаете Чтобы у них там Внутри так было Слушай А ты вот ничего не закрой Потому что осталась Ровная минута Нам просто еще раз Нет Ты он сказал Я с него начал Он сказал уже Ладно Он не обидится Свои люди Концент Я это не специально сделал Я ничего не закрой Тео мы тоже платформа Итак мы благодарим В первую очередь Значит начнем с Тео Он ущербен Он на удаленке Поехали Значит Тео Миралиев Основатель команды Крео.ми Спасибо да За разговор Макс Белоусов Специалист по маркетингу И психологии клиентов Алина Зинатулина Продюсер Генеральный директор И учредитель Inside People А также Мария Соколова Которую обожает В чате Потому что она Интересный и честный Блогер А кроме того Потому что она еще Чемпионка Фитнес-бикини Да Таких людей Мы не можем Зампить И какая бы она Не была блогерша Мы любить будем А мы с вами прощаемся В ровно На две с половиной недели У нас последний отпуск В этом году Орехов Помидоров Ну и я Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...